Известный YouTube блогер нашел в одном из псковских сараев настоящий Rolls-Royce. Вот вы будете всегда смотреть, да? Вы, наверное, доживете до тех времен, когда у меня будет Rolls-Royce. После покупки на ново приобретенном Rolls-Royce отправился в Москву. Правда, до столицы не дотянул около 300 километров. Сломался бензонасос. Где, блядь, тормоза? Что будет дальше, мы не знаем. И вы не знаете, никто не знает. И просто ждите следующей серии. Надеюсь, мы выберемся из этого дерьма. А-а-а, безысходность. Именно она. Мы продолжаем. Эта тачка не возврата. Операция Ferrari. Здесь мы купим на Ferrari практически с нуля. Мы застряли в Твери. Два часа ночи. У тачки сломалось. Все. Что делаем? Вот сегодня вы это и узнаете. Да. Вот для вас это прошла неделя. Для нас это... Секунда. Секунда, да. Вроде как прошла неделя, а мы до сих пор в дерьме. Безнадега. Точка. Ру. Помните лайфхаки, когда вы ходили на рыбалку? Сегодня мы сделаем подкат для лимузина из дерева. Сначала нужно нам изготовить топор из крузака. Срубить дерево и сделать подкат для Rolls-Royce. По-моему, это годный лайфхак. И главное за ноль рублей. Ай, весело вам, ребята. Да. Только проблема в том, что мы все еще 200 километров от Москвы. Мы еще ничего не сделали. Я в прошлой серии говорил, не надо на трассу. Все будет пизде, все будет плохо. Ты накосячил? Я не косячил. Ты порвал там что-то, бля. Я ничего там не рвал. Ну ты на заправке остановился и что-то там начал двигать. Я зажигание выключил. Ну вот, если бы я ничего не делал, так бы и доехали бы. Если бы крузак на заправку, то давай, блядь, ну оху ответка. Если бы крузак на заправку не захотел. Мы бы так и доехали. Нормальная предъява. Короче, во всем виноваты японцы. Toyota One Cruiser 200. Я не знаю, лайфхайков, как доехать на крузаке за 0 рублей. Он жрет, сука, бензин. Так, ну короче, я предлагаю сейчас оставить его здесь. Да, конечно. Все, бросаем нахер. Подожди, сегодня здесь оставим, да? Документы, если что, вы все, смотрите, я кладу под водительское сидение. Ключ в козырьке. Адрес там в описании скинем, короче. Кто догадался поставить коврик, а? Сюда. Это типа, блядь, Rolls-Royce. Все включено, люкс. Нужно поставить машину на заправке, там уже договорились. Под камерами машина постоит у нас пару дней, пока мы не придумаем какой-нибудь годный план. Надежный, как швейцарские часы забыл добавить. Обязательно. У нас других не бывает. Давай домой. Домой еще. У тебя что, такса, что ли? Вот ты и будешь тормозить его. Все, машина ночует здесь. Продолжение завтра. Итак, это вторая попытка нашего путешествия за Rolls-Royce. Теперь мы едем в Тверь. И у нас есть два плана. Первый план – восстановить его на месте. Но, если что-то пойдет не так, то нам нужно будет утащить вот эту вот длинную 10-метровую колбасень. У нас есть 4Runner, который будет являться как бы двигателем к этому Rolls-Royce. Он будет его тащить. И у нас есть крузак, который будет его тормозами. То есть мы зацепим его позади Rolls-Royce и будем тормозить. Может пойти что-то не так. Может быть, я не успею оттормозиться и наш лимузин станет длиннее на один 4Runner. Но я уверен, что наш план, он сука надежный, как швейцарские часы. Главное говно, но мы добрые. Съездили за Rolls-Royce. Тут еще надо вот это вот ведро завести. Вадим, что у тебя с лицом? Я с лестницы упал, все нормально. 15 лестниц меня чуть-чуть побили. Подожди, Гриш, не дрочи. Пальто, ты чистый. Я тебе больше скажу, я в пиджачке. Я же за Rolls-Royce еду как-никак. Все машина завелась. Не знаю, из-за чего она не хотела заводиться, но она завелась. Все мы едем. Смотри, какая штука едет. Им везет. Смотришь, они могут свою машину эвакуировать. У них короткая, у нас длинная. Нельзя мусорить, придурки. У меня есть один вопрос. А где ключи и документы от Rolls-Royce? Ты, Сань, молодец. Ты догадался этот вопрос задать в Твери? Мне кажется, это паника на борту. У кого ключи от Rolls-Royce и документы? Нет. Вон он. Вон он стоит, стоит засранец. Короче, администрация заправки нам сказали, заберите. Сегодня мы должны были, крайний день, когда должны были забрать. Потому что они сказали, мы его эвакуируем. Я, конечно, хотел бы посмотреть на это. Я поржал, как они его собрались эвакуировать. Мы сами не знаем, как его эвакуировать. Ну все, ладно, приехали. Не верил, что у нас у бабушки в деревне Rolls-Royce стоит. Нет, это еще не офигеть. Пойдем. Да ну нахер! Он что такой длинный? Офигеть! Ты когда чинил Rolls-Royce? Нет. Поднялся, пацан, все. Офигеть! Какой он удобный. Ну ты, короче, оставайся, мы пока поедем. Приедем через два дня. Я приеду через два дня, брат. Хорошо. Либо ты приедешь, либо мы с тобой приедем. Говоряй. Какой крутой! Я предлагаю тебе сначала потусить, а потом отремонти. Да, мы уехали как бы... Я не в ахуе, я в три хуе, пацаны. Это ж просто пиздец, сука. Вот она реакция. Вот она мне нравится, да. Понимаешь, ради этой реакции мы и купили эту машину. Да ну нахер! Офигеть! Что за набор? Вы где его взяли? Какие кайфушки, да, мы тебе устроили? Понимаете, подход. Мы вызвали эксперта, чтобы он помог починить нам машину. У нас премиум машина, премиум инструмент. Пусть ремонтирует. У него даже звук какой, посмотри, послушай, не как у обычных трещоток. Он какой-то премиальный. Давай, а где бензонасос находится? Тут 300 метров ехать, я уже все пробил. Ну да, там газельский магазин. Короче, фишка в том, что оригинальный насос на Rolls-Royce стоит 90 тысяч рублей. И мы такие, 94 тысячи рублей. И мы такие, ебать, все, короче, очень все плохо. Но потом погуглили и узнали, что обычный бошевский насос, который ставится на 406-й мотор, на газели, подойдет сюда и будет работать в теории. А на практике мы это проверим прямо сейчас. Вадим, смотри, вот у тебя есть два выбора. Либо этим пользоваться, либо подойти и нажать на желтую кнопку. Это решит все твои проблемы. Нет, это кнопка, которая всех нас убьет. Хотите, обрадую? Тут уже стоит бензонасос от газели, он приколхожен на проволочках. Серьезно? Да. В общем, подсоединили бензонасос напрямую к аккумулятору и он загудел. А, то есть бензонасос работает? Да. Как накидываем клеммы, бензонасос гудит. Но я не уверен в его работе способности, поэтому я сейчас скину обратку. И если в обратке будет давление, значит бензонасос нормальный, значит проблема не в этом. Бензонасос работает. Знаешь, он вроде как бы шарит, но рукожоб. Смотри, система гидропневмы и тормоза на этой машине не завязаны. Да, он говорил владелец. Один компрессор качает и на тормоза, и на гидропневму. Когда у тебя машина заглушена, то компрессор не качает, у тебя нет давления в тормозной системе, у тебя тормозов нет соответственно. Вот тебе и все. То есть если запустим, то возможно тормоза появятся? Да, 99,9%. Вот смотрю на пацанов, их вот хлебом не корми, дай в тачках поковыряться, реально. Такие кулибины, что пипец. Я конечно тоже люблю поконструировать что-нибудь, посоздавать, кастом, все дела. Но мне больше это нравится в игре. Сидишь дома вот так вот, в теплой квартире и играешь в игру Crossout. Crossout это оригинальный экшн конструктор, в котором ты можешь сам создать свой боевой крафт. А затем улучшаешь его с помощью пушек, там цепных пил, генераторов невидимости, мощных двигателей и многого-многого другого. Мне нравится то, что никак твоя фантазия не ограничена. Детали, там их очень много, да, там тысячи просто. Ты их можешь компоновать вот как тебе угодно. Ты можешь собрать что-то похожее на тачку, а можешь что-то похожее на танк, на робота. Короче, уничтожай противников стильно и жестко. Каждый крафт можно украсить наклейками и декораторами. А потом на этом монстре ты выезжаешь и даешь просто всем вот так вот прям. Сражайся с другими игроками, уничтожай огромных боссов, участвуй в рейдах и собирай ресурсы для создания новых деталей. Crossout он постоянно улучшается и развивается. Еще в игре проходят тематические события вроде Хэллоуина или Нового года. В Crossout есть выставка лучших крафтов. А ненужные детали ты можешь продать на внутрииговом рынке другим игрокам. Качай бесплатно Crossout по моей ссылке в описании и тогда ты получишь крутые бонусы. Короче, сняли аккумулятор с крузака. Тут вообще два аккумулятора должно стоять и может быть просто напряжения не хватает и может быть запустится наконец. Вот я включаю стартер. У нас где то ли сгорел пред, то ли где-то масса отвалилась, то ли отвалился плюс. Когда ты замыкаешь эту хуйню насос включается. Сзади? Да. Спереди звуки, да? Спереди вот отсюда. Работает? Да, насос работает. Сзади? Да. Куя себе. Есть, сука! Да, блядь! Вадим, давай с научной точки зрения объясни, что произошло, блядь. Потому что никто ничего не понимает. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, мы его должны завести. Давай, все, да. Ну, Саня, это уже прогресс. Это пиздец какой прогресс. Короче, он держит там что-то, Гриша там крутит, этот светит. Вадим втыкает в один контакт, Женя во второй. Только в шестером эту машину можно заводить. Вадима, как получилось так, что бензонасос заработал? Он говорит, я не знаю, что мы имеем. Каждый что-то сделал, никто не знает, что он сделал. Машина завелась, но проблема ни одна не решилась. Мы имеем заведенный ролл-стройс с теми же самыми проблемами и полным, полным непониманием того, что происходит. Откнула задняя. Тихо. У нас есть тормоза? Это я нажимаю. Ну, короче, да. Я выиграл. Да. Понятно, да. Почему тормозок не был? Заглохло, заглохло. Нет, не заглохло. Чё? Да вот дальнобойщик подъехал, короче, он нас узнал. Ну, смотрит нас и предложил посидеть в фуре. Сейчас вот залезем туда, посмотрим. Но я вот сейчас уже даже вижу, что, знаешь, не менее комфортабельно, чем в нашем лимузине. Чё, когда фуры будем покупать? А, нам... Когда это станет выгодом, тогда и купим. Нам для лимузина нужно всё же, нужна фура для лимузина. Там далеко-далеко есть земля. Вот спальное место. Вот ещё одно спальное место. Целый, я говорю, полноценный дом. А, стол, да, тут называется. Здесь ещё один ящик. Каково это вообще ехать? Вот так вот далеко, там, неделю ехать? Ну, знаешь, вот с автоматом намного легче. 200? Да она свежая. Машине год 200 тысяч пробега? Год с небольшим. Так она, понимаешь, она стоит... Она не стоит точнее, она ездит, ездит, ездит. Она деньги приносит. А бывают ценные, да, грузы? Да, очень. Какие очень? Самые ценные грузы какие бывают? Нельзя, рассказывай. Нельзя? У вас даже такая есть? Да, да. Типа тайна, если бы, да. Всё. Коммерчески сказать. Хорошо, наушку шипни, самый дорогой, что ты водил. Ну, кидай. Это швозка. Да, да, да. Ну, извините, как вы это не узнаете. Один дал он в фуре посидеть, второй привез аккумулятор. У нас не было аккума на нашем лимузине. Вот он. Мы ему сейчас деньги отдадим. Он купил нам новый аккумулятор и привез. Подписчик. Пиздец, блядь. Давай вот так пиздец. Давай вот. Давай я по-любому. У тебя там что-то дымишься. Да, это нормально. По-моему, из салона у тебя дым, нет? Я думал, может из-под капота, нет? Из люка. Ёптой. Это точно нормально, да? Да это нормально. В смысле нормально, блядь? У тебя просто панель вся вот дымит. Да ты посмотри, вот как. Здесь все нормально. Здесь с этим. Да, да, да. Пахнет, что-то горит у тебя, брат. Попробуй. Может не надо ее заводить, брат? Какие-то ядовитые вещества я тебя беру. Что-то не нормально. Дай-ка я аккумулятор заберу. Это наш аккумулятор? Да, спасибо, гори дальше. Ну, там дниша облитой резиной, короче. Здесь такой выхлоп, что катализатор до красна, короче, бывает раскаляется, когда на ней топишь. Я ехал 160, как бы, всю дорогу. А, и резина загорела. Ну, как бы дниша, да, немножко подпалилась. Ну, это нормально. Сколько мы должны за аккумулятор? 2,880. Так дешево? Да. Я тебя просил дороже купить. Да, мы за 5 просили. Ну, ладно. Где 800? Ну, давай... 3. Давайте, короче, 3 отдадим сейчас. У нас роллс. Мы можем тратить деньги налево и направо. Мог бы и за десятку купить вообще без проблем. Женя, за тобой машина горит. Ну, хоть жестко. Сходи в закат, папа. Задим, что-нибудь происходит. Часики, часики. Господин Вадим, пожалуйста, прошу вас на заднее сиденье. Я вам дверь открою. Нет. Вы починили машину. Короче, Вадим, у него была мечта стага. Теперь у него мечта роллс-ройс. Он просто представил, как он всех друзей загрузит. Сколько девочек у него будет с этой машиной, да? Да? Ну что, полпути теперь я проеду. За рулем. А ты кайфуй? Просто ослабься и получай удовольствие. Какой, сука, кайф! Мать его, я просто ни от одной машины такого кайфа не получал. Тут, сука, мать его, диван, в котором можно от тёлок шпёхать просто. А, это можно было говорить? Ты просто, ты, там есть специальное ведро для льда. Ты туда кладёшь лёд, засовываешь туда бутылку шампанского, а потом можешь засунуть всё что угодно. И куда угодно. Я почку продам в куплюру с моего водителя на всю жизнь. Пацаны, покупаете эту машину за 500 тысяч рублей и два дня я ваш личный водитель. Садь, нам нужны бабки, нам срочно нужны бабки. Нужно открывать свою нефтяную вышку, я не знаю, что делать, но нужны бабки. Вот в ней как раз придумаете бизнес-схему. И вышки откроете, и золото накопаете, там нормально всё. О, боите, яблоки у бабуси купили. Подъехав к ней на Rolls-Royce, да? Да, именно так. Охуенно. Всё, что связано с этой машиной, оно звучит нереально. И абсурдно, да. Абсурдно. А вот всю неделю, пока эта машина здесь стояла, мы там в Москве всем рассказывали, да, мы купили Rolls-Royce. И всю эту историю, короче, за которой вы наблюдали, мы её рассказывали. И никто не верит. Они всё-таки ага, ага, ври дальше. Знаешь, сразу тебя за какого-то это, балабола принимают. Солнышка вот так, и венок и звёзд в небе. Господин, убавьте, пожалуйста, свет. В глаза дует, спасибо. Можете поздравить нас. Да, мы доехали, но сейчас, знаешь, можно ощутить все прелести езды по городу. Я реально очкую. Я сейчас еду, мне страшно, что я задней частью кого-нибудь цепану. Две серии добирались. Две серии добирались. Для нас это неделя. Для нас это неделя, реально. Мы неделю съехали. Он войдёт, давай. Давай, прямо. Просто вот сюда войдут, ну, примерно, 3-4 машины. Или один наш Rolls-Royce. Это казалось невозможным, но это сделали. Даже не верится, что Rolls-Royce в городе. Мы пригнали, припарковали, он в Москве. Охренеть просто. Это целый подвиг, я считаю. Пока не знаю, что мы будем завтра делать с ним. Потому что что-то точно будем делать. А на сегодня всё. Мы засейвились. Так, смотрите, проблема была вот такая, вот такусенькая проблемка была всего лишь. А тут должно стоять 5-контактное реле. Вместо этого стояло 4-контактное реле. Как это произошло? Скорее всего, там какой-то владелец, там, не знаю, 5-й, 10-й и так далее, встретил статистический россиянин. Владелец Rolls-Royce. Ему было впадло идти в магазин за 5-контактным реле. Может быть, денег не было. Ну, всякое бывает, да? И он решил там у соседа попросить вот 4-контактное и впендюрить сюда. Потом сделать перемычку между контактами. И, скорее всего, у нас этот контакт отвалился. И из-за этого машина перестала ехать. Вот такая вот причина и проблема. Это вообще гон. Короче, купили мы 5-контактное реле. Купили жидкость с ГУРа. Поэтому 700 рублей дзынь. Всё, сейчас остановим. И я думаю, что всё нормально будет. Чё, сейчас попробуем. Если всё нормально, то... Аллилуйя! Да! Огрейдеть, да? Из какой-то херни у нас получилось двойное путешествие. Блин, но видишь, никак. Когда ты не знаешь, да, в чём причина, чтобы её найти тоже. Это вот столько времени. Такая эпопея. Мы сможем это сделать? Конечно. Всё отлично. Первый раз у нас на мойке такие машины. Вот, можете сфоткаться. Даже почти влезло. Ну всё, короче, ливизин помыли. И он вообще засверкал, заиграл новыми красками. Я вообще офигел. Особенно, когда вот эти вот колёса просто вышибают глаза хромом. Офигенно. Сегодня покажем машину психам. Завяжем им глаза. Пусть они на ощупь думают, что это такое. Когда мы ехали сюда, мы из него гонюшник сделали. Там мы ели яблоки. Мы щенокали семечки. Мы ели чипсы. Мы пили крепкий напиток. Ой, блин. Дорого. Дорого, 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 дорого. Мы, короче, сегодня отмечаем 2 миллиона на канале. Сегодня все собираются и все будем кататься на своём Rolls-Royce. Психи ещё не знают. Короче, мы купили Sky. Я приехал на Sky к Саше. Sky, блядь, просто, просто пушка. И Саня говорит, ну Sky такой. Я говорю, в смысле? Ну типа несравнимо со Sky. Он говорит, у нас хайпове, у нас лучше, у нас интереснее. Ну вы охренеете. Вадим тоже самое сказал. Все тоже самое сказали. Я не знаю, что там будет. Реально, тачка должна летать. Давай, вот Русс рука уже тянется. Стоп, секунду. Секунду, давай вот так. Не-не-не. Блядь, я как за какую-то елду схватился. Давай, начинай, начинай с капота. Он тёплый. Что это? Мерс. Rolls-Royce. Ого. Да ладно. Сука. Это Rolls? Давай. Да, это Rolls-Royce. Охуеть. Смотри, это настоящий Rolls-Royce. А теперь еще один нюанс. Давайте вот сюда вот отойдем, чтобы сбоку посмотрели. Охуеть. Ебать. Блядь, да ладно. Прикинь, да? Да? Прикинь, как ты сегодня будешь ездить. Просто дорого, дорого будет. А, давай, сколько стоит? Ну, я думаю, 1600. Вы купили 600. А на выходе сколько он может стоить? Я вообще не знаю. Примерно. Продавать прямо полтора, наверное, два. Может быть, наверное. Нормально, нормально, так и сделаем. За 300 купили, за полтора будем продавать. Ваня посоветовал. За 300 купили? Да. Смотри. Ваня в шоке, не верит. Роллс Ройс. Слушай, эта машина, знаешь, только для чего нужна? Похуй. Просто, чтобы говорить, у меня в 2.4 был Роллс Ройс. Вот так вот, блядь. Забери мне. И банкеты устраивай. Слушай, ну красавчики, парень. Вот для этого это и нужно. Жирно. Ну, круто, молодцы. Че вы хотите, чтобы я сейчас показал, что Вау Роллс Ройс? Ну да, блядь, Вау Роллс Ройс. Все, давайте. Садитесь назад и поехали. Гуляйте. Отмечаем 2 ляма. Сейчас здесь будет сумасшедший дом. Нет, не сумасшедший дом, а небольшая, приличная тусутка. Расслабься. Смотри, столба не поймай, блядь. О, блядь. Всем, брат. Ребят, на канале Жековича 2 ляма. Давай, давай, блядь. Миша, Миша. Когда мне было 20, у меня были Субари эти всякие, Жигули, блядь. Потом в 36 я купил себе Роллс Ройс, блядь. Знаете, мне, и мне не нужно никому ничего доказывать, понимаешь? Я никому больше не спешу. Ко мне спешат. Это посуда из Роллс Ройса. Охуела английская, блядь. Король же Англии привезла. Это королева сама пила. Без этого бокала. Королева Англии с нами. За королеву. Это, как говорится, такая только у меня. А и у королевы Англии. И у королевы, да. Это какие-то нереальные эмоции. Вот серьезно. Я понимаю, что ни одна машина в жизни не подарит вот именно таких эмоций. С компанией прокатиться с бокалом Димон там боком подрабатывает. Вискаря на Роллс Ройсе по Москве. Блядь, пацаны. Отвечаю. Девочка, Роллс Ройс. Парень, такой же будет у тебя. Можно я это сделаю? Можно? Да. Начальник. А ну-ка дружно, на чём мы едем? На Роллс Ройсе. Братан, такую вырусить купишь? Что за вакханалия? Мы на смотри. А давайте здесь тачки покупать, реально. Куда я вот эту остановлю? Давай её купим? Вот эту машину. Девушка, а вы машину продаете? Да. За сколько? Пятьсот. Ой, что-то дорого. Четыреста пятьдесят. Ааа, сто пятьдесят. А это что за машина? Финбольт Таун Каппи. А у нас Роллс Ройс. Реаунд! Пацаны, а вы машину продаёте? Нет. Нет? Именно по АЖ рассмотрим. Вы не хрена, у вас такая тонировка классная. Она такая мягкая, блядь. Да, машину покупаем прям вот по очереди. Давайте проезжайте, мы следующую купим. О, как у психов, как у психов. А парни, вы продаёте машину? Нет. Зачем? Ой, блядь, стреляют. Пацаны, валите отсюда, здесь опасно. Паника на борту! Парни! Нет, у нас есть виски. Ох, Роллс Ройс. Самая непонятная тачка. Не знаем, продавать его, оставить его себе, укоротить, перекрасить. Столько мыслей, но ничего ещё не решили, потому что это настолько кайфовая тачка. Вы сами видели, как мы вот на нём повеселились. А ещё мы узнали по разным источникам, что вот эта вот статуэтка так называемый дух экстаза он стоит 5000 долларов вот я не знаю правда это или нет просто если вы загуглите эту цифру вот в 5000 долларов вы найдете на многих сайт очень много новостей очень много газет которые писали про эту машину левзионщики газетчики оценивают машину от пяти до тринадцати миллионов давайте так я скажу вам честно эта машина не стоит таких денег это все же лимузин как вы понимаете да и изначально владелец он покупал ее за 800 что в таком районе я бы сказал наверное вот так адекватно оценивать 800 900 она стоит однозначно все же это rolls-royce это вот это все это все орига еще я нашел какую-то информацию на каком-то сайте и там ценник лям или именно эту машину короче как вы видите мы активно нигде его не продавали абсолютно даже не знаем продавать или оставить его себе ну когда еще у нас будет rolls-royce какое-то нереальное ощущение обладать этим автомобилем у нас осталось примерно там что-то около четырех месяцев накопить на ferrari давайте пока законсервируем эту машину пусть у нас будет это как запасной вариант если нам не будет хватать на ferrari то мы его прям продадим сразу же может быть у кого-то будет предложение там тысяч за 800 я думаю что может быть даже мы бы отдали посмотрим а мы отправляемся за новой тачкой которая тоже у вас сломает мозг ребят ух пушка все все пока теперь можно сказать смело такая только у меня и у майкла джексона у меня комнатный ты горишь у меня комнатный ты горишь